Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода и Джедима, канал о моде и красоте, также об умном шопинге. Совсем недавно мне попалось на глаза видео, возможно, вы тоже его видели, о поколении, которое очень много времени проводит в своем доме, в замкнутом пространстве прежде всего. И это, в общем-то, характеристика действительно нашего времени, мы все имеем, что нам необходимо для повседневной жизни в своих квартирах, плюс этому способствует, в общем-то, большое количество и пристрастие молодого поколения к компьютерным играм, а также к соцсетям. Соответственно, все больше и больше времени мы проводим в нашем собственном доме, обычное живое общение вытесняется компьютерным общением, точнее, общением через компьютер. И, соответственно, рассматривался вот этот феномен, который феноменом больше не является, это скорее, в общем-то, характеристика действительно нашего времени. Как люди, люди живут дома, они не занимаются элементарно спортом, не делают свои пробежки, потому что у них стоит беговая дорожка дома, они не общаются, не выходят со своими друзьями куда-то вечером попить кофе, в общем-то, поужинать прежде всего, потому что друзья, с ними можно пообщаться через компьютер, через Face, там, в общем-то, можно увидеть и пообщаться со своими друзьями, вот непосредственно, не выходя из дома, сидя на диване. И много-много таких аспектов освещалось, но это видео, этот ролик вдохновил меня, в общем-то, на тему, которую я бы хотела затронуть, как раз-таки в связи с тем, что буквально недавно вышло мое видео на тему навязанной нам потребности, навязанной, в общем-то, нам необходимости, в которых на самом деле мы не нуждаемся, но маркетинг и умная реклама внушают нам, что вот это нам необходимо для нашей каждодневной жизни. Соответственно, что происходит, как говорилось в этом видео, мы имеем так много вещей в нашем доме, за вещами этим сложно ухаживать, чем больше вещей, тем больше времени нужно посвящать для того, чтобы эти вещи содержать в чистоте и в порядке, как правило, люди не имеют этой возможности. Как раз-таки в этом видео говорилось, что мы в итоге вынуждены жить, в общем-то, в не очень здоровом пространстве, потому что аккумулируется пыль, на этой пыли аккумулируются разные микроорганизмы, бактерии. И обращалось внимание в этом видео также на то, что у детей развиваются аллергические реакции, болезни, в общем-то, дыхательных путей, но не только у детей, так же, в общем-то, и взрослых. Поэтому действительно вот эта особенность нашего поколения проводить так много времени в замкнутом пространстве, она ведет к тому, что наше пространство действительно наполняется вещами, в которых, во-первых, мы не имеем такой острой необходимости, как очень часто нам кажется, прежде всего потому, что нам внушили, нам навязали эту мысль. И помимо того, что мы покупаем эти вещи за наши собственные деньги, а потом тратим наше собственное время, чтобы эти деньги заработать, чтобы эти бесполезные вещи нам купить, мы, в общем-то, вредим своему здоровью, потому что, повторюсь, за большим количеством вещей очень сложно ухаживать. Но я думаю, любая хозяйка это знает. И, в общем-то, это пыль, которая является очень хорошей средой для того, чтобы размножались телены микроорганизмы, для того, чтобы просто аккумулировалась плесень. Например, в Италии это большая проблема, плесень в домах ее не видно, но она в воздухе из-за того, что очень высокая влажность витает постоянно, как мне объяснил педиатр, у моего ребенка непосредственно аллергия на плесень, несмотря на то, что у меня, в общем-то, в доме мало вещей, но, тем не менее, плесень всегда может аккумулироваться в той или иной степени в наших квартирах, особенно если мы живем во влажном климате. Соответственно, нам очень-очень выгодно расслабляться. Во-первых, таким образом мы тратим меньше денег на покупку вещей, которые нам не нужны, без которых мы можем обойтись и без которых мы можем чувствовать себя счастливыми. Во-вторых, мы, в общем-то, создаем пространство вокруг себя более здоровым. Поэтому, возможно, если вы еще не вступили на путь минимализма, если вы еще сомневаетесь, это еще один аспект, точнее, аспект здоровья, чтобы следовать минимализму, чтобы окружать себя минимумом вещей, которые вам приносят радость, которые вам нужны, которые выполняют ту или иную функцию. И не случайно это видео я записываю, в общем-то, в комнате, где очень часто мои зрители замечают, что имеет место быть эхо. Это действительно так. Это большая комната, но в ней очень-очень мало предметов. Фактически просто обеденный стол и стулья для нашей большой семьи. И хочу сказать, что это большое удовольствие жить в квартире, в которой мало вещей, потому как у меня сейчас уходит мало времени на наведение порядка. Также, в общем-то, моим детям и всем другим членам семьи легко поддерживать порядок в нашем доме, потому что вещей действительно минимально. И это прекрасно. Мы все больше времени проводим на открытом пространстве. У детей мало игрушек. Мы не покупаем им сейчас игрушки в том количестве, в котором покупали раньше, прежде всего потому, что дети могут играть прекрасно с камнем и с палочкой, с песком и с листочками. Но для этого нужно выводить их, безусловно, в парки на открытый воздух и проживать свой день как-то так. И как я очень часто говорю в своих видео, посвященных моде, для того, чтобы хорошо одеваться, не нужно много денег и не нужно много свободного времени, чтобы найти красивую модную одежду, которая будет нас украшать. Точно так же с минимализмом. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, прежде всего в нашем собственном доме, нам не нужно большое количество вещей. Очень часто, наоборот, эти вещи забирают наше пространство и наше время. Поэтому окружаем себя минимум вещей, вещами, которые приносят нам радость, которые нам полезны, которые выполняют прежде всего ту или иную функцию. Это была Яна Скворцова. Всем хорошего дня. Пока-пока.